всем привет с вами главный городской портал нижнего новгорода н.н.ру и передача дич недели в которой мы рассказываем вам самые сюрреалистичные новости нижнего новгорода поехали новость не из нижнего новгорода зато с нашей землячкой и самым настоящим московским шиком актрису наталью бочкарёву задержали на одной из улиц москвы за рулем автомобиля полиции показался ее стиль вождения слишком уж странным а когда ее остановили оказалось что актриса сильно нервничает как оказалось сама наталья была в состоянии наркотического опьянения в чем она и призналась полицейским а при себе у нее был небольшой пакетик с кокаином он просто супер серьезно от прохождения экспертиза она кстати отказалась так что помимо уголовного дела ей грозит целая куча административных тем временем в своем инстаграме наталья рассказала подписчикам совсем другую историю друзья сегодня в интернете появилась новость о том что я была поймана с кокаином в трусах честно сказать меня поначалу она даже порадовала и удивила но потом я поняла что люди которые пытаются заработать на мне сделать раздуть скандал должны нести ответственность за свои слова и не порочить имя артиста поэтому я думаю мы выясним откуда растут ноги у этой новости этих людей привлечем к ответственности не верьте интернету в любом случае виновата наталья или нет разбираться предстоит уже полиции ну а мы будем очень внимательно следить за этой историей сайт чё за фигня булочка а ты что подумал от наркомании переходим к старому доброму алкоголизму замечательные вести из швеции там у южных берегов страны сел на мель здоровенный сухогруз за штурвалом которого был пьяный в дугу нижегородец юмора событию добавляет еще и то что швеция это не только родина фрикаделик и брусничного соуса но и изрядно нашумевший в интернете эко-активистки греты тунберг которая в этот же самый день выступала на генеральной ассаблее оон а еще и апрель а еще не бакинску он я бы сайт и омсин джокам асиан пик черт возьми может быть из-за этого у этой девочки было такое злое лицо типа приезжаешь ты выступать перед мировыми лидерами а с родины уже такие вести а может и переводчики все напутали и девочка вещала совсем о другом я вообще не должна быть здесь пока я говорю в мою родину врезался корабль нижегородцы вы отняли у меня детство зато с любящим накатить нижегородцам все в порядке из тюрьмы он должен выйти уже в эти выходные куда это ром вечно исчезает искрометная авария на очень много денег случилось на проспекте гагарина в минувший понедельник там прямо на дороге развалился porsche 911 смотрите на такое как минимум больно автомобиль стоимостью чуть менее 10 миллионов рублей безвольно прилег на асфальт приокского района кстати поначалу очевидцы даже не поняли что случилось ведь выглядит это так будто автомобиль просто не выдержал нижегородских дорог потом правда появились и подробности как оказалось дтп все-таки было впор же влетел автомобиль правда стоимостью чуть-чуть подешевле и от удара у немца отвалилась задняя ось к счастью в аварии никто не пострадал но как пишут пользователи в социальных сетях страховая точно взвизгнет как говаривали деды если власти не идут убирать свалку то свалка идет к властям вот такого странного персонажа могли наблюдать жители города бор в минувшую среду прямо среди бела дня куча мусора с ногами перемещалась по городу бор напоминая местным жителям о том как же важно беречь природу кстати как нам удалось выяснить автор этого лихого перформанса эколог дмитрий виноградов таким образом он хотел привлечь внимание к незаконной свалки возле бора и что самое интересное похоже у него получилось потому что на следующий день его позвали объясняться в полицию тем не менее как он рассказал нам позже задерживать его не стали просто потребовали объяснений и отпустили ну а власти теперь наверняка осведомлены о проблеме на этой неделе с шизанутыми новостями все спасибо большое что были с нами ждите следующий выпуск на следующей неделе и читайте ннру